всем огромный привет мы начинаем книжные выходные начинаем его сегодня под дождем на даче шашлыком просто великолепно мне кажется это идеальные выходные а уж тем более с книгами с вами екатерина за кадром светлана она обязательно сегодня появится вот я уже появляюсь смотрите частями я появляюсь частями екатерину и что ты сейчас читаешь на этих выходных у меня ни одна книжка не особо веселая но я про них весело буду рассказывать первое это сборник рассказов от аргентинской писательницы а вторая это вот та серия этнического фэнтези я читала стерегущие золото грифы и зрители написали что солнце в селках тоже очень классно и я взяла читать ее у нас сегодня кстати дождь но мы не унываем и все равно жарим шашлык к екатерин да а почему а потому что у нас есть навес и никакой дождь виноградная стена да нам не страшен виноградная стена имеется а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это магический реализм из латиноамериканской литературы Это магический реализм, связанный со всякими темными сторонами человеческой жизни Это смерть, это потеря детей Это, видите, я даже все перечислять не хочу на самом деле Но вот каждый рассказ, он затрагивает какую-то очень неприятную сторону жизни И мне еще кажется, вот Светлана в прошлом году или в этом рассказывала Помнишь китайский сборник рассказов? Как он назывался? Про странных... Странные звери Китая Да, про зверей Китая, которые выглядят как люди Но у них есть некоторые особенности И вот это похоже, мне кажется, тоже И у меня пока очень противоречивые впечатления С одной стороны, мне нравится, как это написано Это просто... И опять-таки, подобный магический реализм из Латинской Америки я не встречала Но это не то, что хотелось бы читать, когда ты кушаешь шашлык Я вам честно скажу... Там есть неприятные моменты? Там есть очень неприятные моменты Именно физиологические, да? И физиологические в том числе, да Темные стороны человеческой жизни Это все неприятное И, конечно, самое важное, что может быть в любых выходных Это стол Еда Что у нас? Салат, помидоры, огурцы Классический Укроп, зеленый лук Оль, что-то там... Перец болгарский Перец болгарский, про него я чуть не забыла Заправка растительного масла Купаты Шашлык и свинины Вот в таком тазике времен 80-х, наверное Мне кажется, это винтаж Это винтаж, я с детства этот тазик помню Пюрешка, потому что у нас есть люди, которые очень любят картошечку в любом виде И салат, который захотела Анна, Светина и сестра Огурец Петрушка Короче, все зеленое Зеленый салат на пепе Просто все зеленое для тех, кто хочет Если бы мы могли, мы бы передали вам ароматы Но мы не можем, к сожалению Главная звезда каждой вечеринки О, вся птичка, вся птичка эволетит Ну, все, 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 не бойся У нас сегодня вот такой десерт Самые разные макароны Ребята, вот эти зеленые Фаворит у многих Они бородинские С бородинским хлебом Да, это Дорблю Остальное я не знаю Что-то из этого соленая карамель Соленая карамель Ваниль тонко Роза личи? Нет, это не роза личи Я не помню, что это Но самое интересное Это, конечно же, Дорблю Который с сыром С плесенью И бородинский Там внутри реально кусочек Маленький бородинского хлеба Сейчас будем пробовать Методом научного пробования Мы выяснили, что это Макарон с баблгамом На Пробуй Смотри, когда ты вдалеке стояла Это казалось, что это такой большой макарон А чем ты ближе, тем меньше остановился Он прям пахнет жвачкой Он пахнет жвачкой Блин, он вкусный Я думала, он будет химозный А он такой нежный И вкус, и запах Так, как будто это жвачка Она съедобная Мы замерли в ожидании Нет Нет Это вообще сделаем Но я видела, что ты Дважды Попала в яблочко Сегодня удачный день Вот эти дырки в основном мои сегодня Такие-то у нас развлечения спортивные Его, конечно, надо, чтобы он был закреплен Но у нас он просто висит У нас повышенная сложность Кать, давай Еще разик? Да Это все камера виновата Ну Посредственно Такое, знаешь Спорное достижение Что ты делаешь? Ничего Идем гулять Друзья, если говорить о том, что я сейчас читаю Я пока ничего не читаю Я в процессе переваривания, наверное Осознавания Да Переживания этой книги Рассечение стоуна Я себе еще в процессе чтения Я сразу заказала Саму книгу бумажную Чтобы она у меня точно была И я сразу заказала себе Его завет воды Потому что я думаю, что завет воды Мне еще в комментариях написали Что эта история Больше, наверное, сконцентрирована на семье Чем даже рассечение стоуна И что мне надо обязательно Что она ничуть не хуже Поэтому я буду читать, жду Теперь, когда книги ко мне придут Вот Но я думаю, что я возьму Какой-нибудь, наверное, фэнтези У меня давно лежит Дэниел Абрахам Боже, прям где-то чертоги памяти были Название в этих чертогах не отображается Короче, это один из авторов Цикла пространства Который известен под именем Джеймса Кори Но там два автора на самом деле И я у Дэниела Абрахама Спасибо, опять-таки, подписчикам Вы мне напомнили, что я у него читала уже книгу Тоже это было начало цикла Очень, кстати, классное начало Но продолжение, естественно, на русском языке Как это часто бывает, мы не увидели Если ты сейчас не гуглишь, как называется книга Дэниела Абрахама Которую я собираюсь читать Я гуглю Дэниела Абрахама Молодец Хотела сказать, если сейчас ты не гуглишь, что ты не друг мне Но ты друг Есть какая-то суровая расплата, цикл Кинжал и монета Путь дракона Вот Путь дракона Это тот цикл, который я начинала читать раньше Время пепла есть? Время пепла, дорогие друзья Я буду читать его Время пепла В принципе, у меня очень много сейчас лежит Каких-то вот именно фэнтези книг Новинок, которые собрались, наверное, со второй половины прошлого года И мне хотелось бы Либо что ли формат сделать Читаю 100 страниц Да, вот какой-то ознакомительный Но их прям у меня очень много Вот фэнтези, которые очень хочется познакомиться Но с другой стороны, знаете, у меня все чаще возникает мысль такая дурацкая Что вот все новинки, которые я сейчас читаю в фэнтези Они не производят на меня такого же впечатления Как, например, перечитывание цикла Робин Хобб И меня все больше и больше тянет именно перечитывать старые циклы Старые циклы фэнтези То, что я давно любила То, что я хорошо помню То, что я уже подзабыла Вернуться, так сказать, к истокам И вот, скорее всего, вот этой традицией с перечитыванием циклов я буду придерживаться Уж очень мне нравится этот процесс И не знаю, какие там... Ой, где-то я уже рукой какую-то пыль задела себя В смысле, кофту задела Нравится мне эта традиция с перечитыванием Особенно, когда... Блин, мне нравится момент, знаете, когда ты берешь книгу И вроде особо не помнишь, как там события разворачиваются Но вот в процессе чтения вдруг какой-то есть такой момент Крючочек какой-то У тебя прям в голове бац, вот такое вот яркое воспоминание Либо что-то по сюжету, да, из героев Либо какой-то сюжетный поворот в принципе по миру Либо какая тайна вдруг у тебя всплывает И ты уже потом читаешь И начинаешь как-то видеть, наверное, вот тот путь Который автор выстраивает для героев Ну, это очень-очень здорово Короче, я не могу... Я довольна перечитыванием Робин Хобб Я потом... Понимаете, хочется-то вот всё и сразу, как говорится Но всё и сразу оно не получается Просто потому, что нет времени Но я думаю, что в этом году я перечитаю Робин Хобб В принципе, я посчитала по времени Я нормально иду, чтобы именно в этом году закончить перечит И прочитать, наконец-то, последнюю трилогию Прямо предвкушаю Хотя я спойлеров нахваталась уже очень хорошо, естественно Чем всё закончится Но, тем не менее, тут важен сам процесс И потом, вот потом Потом меня будет рвать на кусочки Я буду думать, какой цикл перечитывать Ну, естественно, я обращусь к вам за помощью Потому что перечит по циклу Робин Хобб Выбрали именно вы, что он будет первым Субтитры сделал DimaTorzok Ты ещё щеночек же Здравствуйте Ты чья? Гулять отпустили, да? Бугусь Ой, труси Всё, до свидания, девочки Мы за тобой пойдём До свидания А мы идём за тобой, реально Ну всё, всё Иди домой Ты какая завлекалочка Ну что ты так Ну не бойся, Зая Это прям какие-то врачные игры Такая это симпатичная Они с кошкой одной расцветки Ну всё Хозяев ждёте Так Мы встретили целое кошачье семейство И оно нас игнорирует Привет Ну вы должны по запаху понять Что мы, дружочек Привет, яки Кисуля Кисуля, ну привет Ой, нет Какая-то страшная тётка пришла Так, всё А то у нас сейчас тут застрянут Ну что вы такие загадочные Вот рыжая Она просто не отрывается Она нас смотрит Ой, они прям близнецы Нет-нет-нет Мы не мешаем Мы не мешаем Отходим Ну иди Мы не будем тебя щупать Ещё разрез глаза Всё-всё-всё Пусть они вот Всё-всё Молодец Проскочили Ну иди, друзья В общем, всех успели здесь С собаками познакомились Кошечек встретили Все цветы у людей посмотрели На дворы попялились На дворы попялились Ну, дворы мы вам не стали Уже показывать неприлично Заглядывать так Сами посмотрели Сами посмотрели Сами обсудили, да Ну, заглядывать к людям Да ещё и снимать Это, знаешь Соблюдаем границы Вот только смотрите Немножко Как симпатично Как симпатично И крыша какая Ну, очень атмосферно Просто тут у людей Молодцы Мне нравится Здесь есть прям такие Дворики атмосферные Да, которые заросшие в зелени Сразу кажется, что ты в сказке Вот тоже мне очень нравится Прям очень хорошо Всё Вот такая у нас получилась Сегодня прогулочка Такое начало Книжных выходных Когда мы практически Ничего не читали Ну, извини Отвечай за себя Я дочитала книжку Пока ела То есть пока ты Пока я Жевала шашлык Да За обе щёки Да 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 Кайф Это я Это она Ну, книжка была маленькая Сборник рассказов Всего на 220 страниц В любое время Мне кажется, ты даже Когда спишь читаешь Нет Жаль Хотя я не удивилась бы уже Вот если бы у меня был Какой-нибудь там чип Что-то вот это Вот из технологии Ой, я вообще боюсь Представить себе Сколько бы ты тогда читала С чипом Из технологии Ой, собаки Там собаки Друзья Мы наше сегодняшнее утро Начинаем с дикой головной боли Это я, друзья Из кабачковых оладьев Мне заставили Оладушек честь Оладушек Кабачков Мы не кабачковые Оладьи Мы делаем кабачковые Мы делаем Версию бельгийских вафель Кабачковых Кабачковых Ну на самом деле Хотя бельгийские Они будут очень условные Вот этот вот рецепт Это можно делать И вафли И оладьи Не важно Можно просто на сковороде Можно даже блин сделать Блин, да Можно на сковороде пожарить Можно в вафельнице В общем, кому как удобно У меня настолько сегодня Больная голова Что Екатерина Глядя на мое лицо Сделала мне кофе В своей кружке Вы представляете? Примиальная кружка Да, эта кружка Реально премиальная А у меня Я тот самый человек У которого У меня есть своя кружка Своя вилка Своя вилка Ну на самом деле Ты не одна такая Я тоже люблю Я думаю, очень многие такие Да У меня есть такое Знаете, что я выбираю Из тарелок Что-то любимое Выберешь Причем в разные периоды Ты меняешь этих любимчиков Вилку какую-то выберешь И все время Ею пользуешься Так Чистили Давайте Насчет того Что нам нужно Для кабачковых Вафель-оладеж Оладушка Оладушка Кабачковых блинов Да Нам нужен Один кабачок Вот он Мы его натираем Мы натираем его Здрасте Очень интересная Позиция Сатоши Вы деду Скажут, что мы Культурные А мы культурные А мы культурные Да Так, нам надо будет Шесть столовых ломоков Немножек муки Пшеничной Два яйца Два яйца И приправа На ваш вкус Что любите То и добавляете Да, у меня Кстати приправа Я ее недавно купила Еще только Вот в процессе Распробования Это соль Это соль с сычуанским перцем Оно остренькое Это что-то в азиатском магазине Брало Да Ну это китайская приправа Подождите Я сказала так смело Китайская Да, это китайская приправа Молодец Не ошиблась Короче Наш кабачок Мы натираем На крупной терочке На крупной Ну в принципе Я думаю Вот это приблизительно Фактически Получается Тесто Как на драники Я вообще Обычно Вот такое тесто Делаю на глазок Я тоже Я только по Это как это По ощущениям Как мне кажется Так и делаю Но я люблю Например Драники не готовила Надо приготовить Кабачковые Оладьи Люблю Капустные Люблю свекольные Я люблю все Кроме морковных А я люблю морковные Они такие сладковатые Я вообще Я не понимаю Тут это все Все с морковкой Вот эти морковные торты Что это Зачем это вообще придумано Наш натертый кабачок Кстати У нас здесь Вот тут светятся Ой да Чита со вкусом колы Ребят Не покупайте Никогда Даже не думайте Это пробовать Это настолько Отвратительно Непередаваемые эмоции Это знаете То ли пытались Сделать сладкими То ли Какими-то Интересными А получилось Не то не все Так Сейчас я немножко Себя вытру А то у меня ощущение Что я сама Кабачок Ты кабачок? Я кабачок Ну ты сегодня Такая зелененькая Что можно Я между прочим Специально нарядилась Да Так Яйца Сюда Сюда Сразу Два Один О, у них такие Яркие Желтки Второй Ой Так Вы этого не видите? Не, не, не Не в коем случае И там вон еще Крошечку убери Это не крошечка Это кровь Кровь Это из яйца Сразу добавить приправу? Да, я сразу добавляю Всегда Я именно в кабачки Добавляю Потом уже муку Сейчас Вкусно пахнет? Ядрено Ядрено? Может тогда не усердствуй? В общем Приправы На ваш вкус Ваши любимые Как хотите Вообще с кабачками Очень здорово Будет какая-то Травка Там базилик Сушеный Орегано Чесночный перец Чесночный У нас есть А, ну нет Я уже перца Столько бахну Да, давай Воздержимся От чесночного Перемешиваем И начинаем Постепенно Вводить муку Почему постепенно? Потому что На глазок Чтобы Поймать На идеальной Консистенции Густое тесто Как такая Густая-густая Сметана У нас кстати По-прежнему Такая погода Не очень Этот май Нас не радует Вообще Я впервые Я живу В Ростове Вот в июле Будет 15 лет Я за 15 лет Впервые Вижу Такой июн Май И мне Я очень боюсь Того Что Лето Будет Не жарким Я хоть И страдаю Из-за жары Но я Всегда Предпочту Жару На самом деле А там Уже Страдать Я могу Я могу Сделать Драники С добавлением Картошечка Сыр Я обожаю Когда сыр Добавляют В драники Вот наше тесто И готово Вот оно Вот такое Вязкое Может еще чуть-чуть Добавить Не-не-не Больше не надо Я обычно делаю Чуть-чуть Даже и пожиже Мы сейчас Делаем вафли У нас получится Я думаю Три-четыре Максимум Вафли А я же как-то Готовила Видео Вафли Бельгийские Готовы А еще Ребят Но те кто знает Они уже видят Они уже не вооруженным А взглядом Увидели В чем Екатерина А ну-ка встаньте А вот те кто не знают Ребята Вы много интересного Пропустили Короче Выйди вот сюда Выйди мы тебя не видим Да Екатерина в фартуке Вы думаете Что за фартук Такой красивый И прекрасный А дело в том Что это фартук Вот это наша Который мы Делали И разрабатывали Совместно Вот Нашим проектом Киса в эфире Тут он даже Видите ярлычок На фартуке Есть кармашек Кармашек покажи Кармашек Пуговка Специально Чтобы ваша тряпочка Полотенце Полотенчик Либо прихваточка Всегда были с вами Ребят Я могу вам сказать И у нас супер прихватки Я вот этими прихватками Пользуюсь Уже почти Месяцев 9-10 Это самая удобная форма Какая только может быть Да Вы в нее увидите Она сердечком И вы в нее так Ручку засовываете Вот так делаете Ать Ать И достаете И все великолепно Так что эти фартуки Они у нас на сайте Еще есть в магазине Но осталось Очень и очень мало Конечно Мы их и делали мало Потому что проект новый И непонятно Мы хотели попробовать Мы хотели попробовать Но то что у нас получилось А готовы Мы все любим Да Мне очень нравится Особенно все вот эти вот Идеечки С пуговкой С карманчиком Тут у нас видите Вот такой вот Ну чтобы по размерчику Подогнать Как надо Вот такая красота Ну и конечно Супер прихватки Прихватки Смотрите рубашка Собственность модели Если что Прихватки Кстати У нас мы Над этими прихватками Думали давно Какие делать Квадратные Или еще какие-то И в качестве теста Уже давненько Придавненько Видите Вот эти висят Желтые Они были сделаны Да Они были сделаны Еще в прошлом году Мы как раз Их тестировали Ребят Это другой Естественно Они из другого материала Просто они такие Боевые И они пухлые Боевые Да Потому что уже год Мы ими пользуемся Но я их стирала Неоднократно И они не сели Потому что у меня Одна прихватка Как-то Я ее постирала По инструкции Она села Прижалась Нет Эти вот Уже с нами Ну год точно Год точно Да Ну видно Видно Я вот их Прям А в комплект Они у нас В трех вариантах Есть вот эти комплекты Фартуки Прихватки Полотенца Ну вот Этот называется Душистые травы Посмотрите Екатерина Какая душистая Прям идеально Подходит к моим вафлям Сегодняшним Да Так все Давай доделай вафли Я прям чувствую Что когда я съем вафли Моя голова Она пройдет Мне станет легче Света ты сразу Воспоришь от моих вафель Пью еще Из вот этой вот Кружки Прекрасно Еще и вафелька Ну все Ребят Супер будет Ты не знаешь что моя кружка Прекрасная Прекрасная конечно Мне она очень нравится Мне тоже нравится Заваришь Это мой подарок На Новый год Теперь мы просто выкладываем У нас не вафельница А вот эти вот штучки Не знаю как правильно Это назвать Но это вообще Мультитостером называется Это для микроволновки И я уже настолько хорошо Ими пользуюсь Что мне прям нравится Да Они получаются Совершенно великолепно Выкладываем Ставим И ждем Первую мы ставим На 8 минут Потом оно нагреется И уже можно будет По 5-6 минут Ставить Все Вот такие вот вафельки У нас получаются Это у нас 2 Будет их наверное 4 Еще одну делает И что-то еще остается Да Может будет 4 Но мы вообще Всегда делаем порционно Да То есть сколько на завтрак Мы едим Столько и делаем Очень редко Когда делаем эти вафли Чтобы там что-то оставалось Да На завтра Или на послезавтра Я просто могу сделать вафли Которые вот самые простые Из муки Типа ржаных И просто их по утрам грею Вафельки или оладушки Я предпочитаю Есть вот свежие Только со сковородочки С пылышей Но они так вкуснее Реально Да Ну а начинку Вы можете абсолютно любую делать Сверху все что хотите Сырочек Рыбочка Сметана Сальса Что тут Что хотите С чесночком Ребята Кетчуп Великолепно Кетчуп Супер Да Кать Любимый кетчуп Так что Яйцо пашот Отлично Сюда С зеленью Подойдет Да Я правда В последний раз Разорви нам вафельку Давай Давай красиво сделаем Та-та-та-та Такая вафелька Надо еще попробовать В кадре Обязательно А ну кусай Быстро Хвали себя Ой Ребята Это правда вкусно Честно Да Она еще Хрустит Чуть-чуть Ну вот кабачковые Вафельки Или оладушки Я люблю С малосоленой Рыбкой Они прям Друг другу Идеально Подходят Правду говорю Согласна Ребят Правда Очень вкусно Рекомендую Готовьте Как я вам сказала На даче Я успела В тот же самый день Дочитать Опасности курения В постели Кстати Эта книга Еще будет в покупках Я вам хотела Рассказ Про один рассказ Который мне Понравился Больше всего И мне кажется Он еще и Самый объемный Да Он занимает 60 страниц И называется Вернувшиеся дети По этому рассказу В принципе Можно понять Как О чем Вернее Пишет Мариана Энрикес И что Ни в одном Рассказе Вам на самом Деле Не дадут Точный ответ Почему Это случилось И чем Все закончилось У нас здесь Главные герои Мечи И Педро Мечи Работает В центре Который Занимается Пропавшими Детьми Она работает В архиве А Педро Журналист С которым Мечи Знакомится Как-то В баре И он Находит Тоже Вот Свою Такую Стезю В журналистских Расследованиях Он Расследует Дела Пропавших Детей Они находят Общий язык И Мечи Перебирая Все архивные Дела Как-то Зацепилась За девушку За дело Девушки Которая пропала Год назад Ей там Где-то 13-14 лет Она В очень Неблагополучной Ситуации Была Она ее Зацепила Тем Что По фотографиям Видно Она была Очень красивая И Начинает Происходить Странное Когда в Один день Прекрасный Дети Начинают Возвращаться Те Которые Пропали Шесть Лет Назад Восемь Лет Назад Год Назад Два Года Назад Но Самое Странное И страшное В том Что возвращаются Не только Дети Которые Официально Просто Были Потерявшиеся А те Которые Были Официально Уже Мертвы Допустим Вернулся Мальчик Который В 11 Лет Попал Под Грузовик Так Словно Он В тот же Самый День Когда Ему Было 11 Лет И Он Погиб Он В том же Непонятный Непонятный Что Происходит Что Не Так Вот Он Очень Здорово Нагнетается Потому Что Реально Энрике Мартинес Она Не дает Ответа Она Нам Дает Только Вопрос Она Вбросик Делает А ты Сам Пытаешься Понять А что Здесь Собственно Происходит И Вот Этот Рассказ Он Меня Очень Зацепил И Атмосфера В этом Рассказе Напоминает Старые Фильмы Ужасов Когда Там Какая Нибудь Семейная Пара Приезжает В город А все Дети Беленькие И Какие То Загадочные Вот Эти Загадочные Дети Они Здесь Вот Такие Как Надо Короче Ребята Мне Сборник Понравился Это Было Неплохое Знакомство С Марианой Эндрикес А я Ее Как По Другому Нетипичный Пример Латиноамериканского Магического Реализма И Если У нас Здесь Якутская Мифология Я Читала В этом Году Стерегущие Золото Грифы Вот Из Этой же Серии Она Называется А Ред Вайлет Темные Миры А мне Казалось Это Какая То Другая Серия Ну Ладно Не Важно Это Второй Пример Нашего Этнического Фэнтези И Пока Мне Начало Очень Нравится У нас Здесь Два Главных Героя Это Друзья Детство Табата И Турах Получается В каждом Племени Которое Здесь Есть Один Шаман Только В этом Племени Может Только Один Человек Общаться Со Сверх Естественными Силами А В этом Племени Выбирают Двух И Только Табата Будучи Мальчиком Будет Официально Учиться У Шамана А Турах Будет Учиться Сама По Себе Друзья Я Вчера Заикнулась О том Что У Меня Очень Много Фэнтези Которая Вышла За Последний Год Все Эти Новинки И Оно Естественно Не Прочитано И Я Хотела Как-то Исправить Эту Досадную Оплошность Вот Зачем Скажите У Меня Здесь Вот Лежит Массажер Ладно Сделаем Вид Что Его Не Было Короче Хотелось Бы Исправить Эту Досадную Оплошность Возможно Познакомиться С Какими-то Книгами В Формате Читаю Сто Страниц Чтобы Понять Надо Ли Оно Мне И Я Поняла Что У Меня В Очередной Раз Вот Я Сейчас Полезла Смотреть Что У Меня За Фэнтези Лежит А Я Вот Этот Шкаф Вообще Планировала Как Шкаф Непрочитанных Книг Ну Естественно Помните Мои Проблемы С Даже Массажер Как Мы Выяснили Для Головы Тоже Здесь Имеется Короче Я Сейчас Хочу Вот Из Этого Шкафа И Не Только Из Этого Шкафа Потому Что У Меня И Здесь Непрочитанная Фэнтези Есть Уже Потому Что Я Просто Когда Покупаю Я Распихиваю Вот Видите Да Впихнула Когда Впихнула Очень Радовалась Что Оно Поместилось Или Вот Тоже Впихнула Тоже Поместилась Или Вот Уже Просто Сверху Складываю В общем Вот Так Вот У меня Здесь Все Короче Я Хочу Собрать А И Здесь Уже Видите Вот Там Тоже Декамп Лежит А Просто Потому Что Другого Места Не Нашлось Так Это Мой Король Чародей Красавчик Вы С ним Знакомы А Вот Это Моя Новиночка Вы Еще С На Колец Поп Март Еще Так Что Коробочки Уже Наверное Вместе С вами Будем Новые Открывать Тоже И Смотреть Что Мне Попадется Но Это Прям Красотища Так Не Отвлекаемся Короче Хочу Сейчас Собрать Все Непрочитанное Фэнтези Сполок И Знаете Что Сделать Ну Вот Тут По Моему Вот Здесь У Меня Точно Непрочитанного Фэнтези Нет И Отправить Его Вот В этот Стеллаж Который Стоит Рядом С Моим Диваном Потому Что Здесь Много Тоже Стоит Лишнего И Даже Посмотрите Есть Свободное Место Чтобы Все Это Фэнтези Мне Вот Здесь Стояло И Мозолило Глаза Кстати Не Помню Я Вообще Но Те Кто На Телеграм Подписан Я Помню Что Я Работает Давайте Я Достану Поближе Покажу Вообще Для меня Неожиданным Оказалось Что Мне Это Все Может Понравиться Это Все Собиралось Моими Руками Каждая Книжечка Каждая Скляночка Каждая Бутылочка Я Думала Это Нам Подруга Подарила На Новый Год Мне А Кате Она Подарила Такую Китайскую Ширму А у Меня Вот Такой Магазинчик Алхимика Фармацевта Наверное Я Думала Я Это Никогда Не Соберу И Что Это Увлечение Не Для Меня Но Оказалось В отличие От Раскрасок Антистресс От Алмазных Мозаик От Пазлов Оказалось Что Вот Это Это Прям Мое Увлечение Я Очень Быстро Собрала Вот Этот Домик Этот Отсек И Настолько Мне Понравилось Что Я Отняла У Кате Китайскую Ширму И Собрала Ее Китайскую Ширму И Что Естественно Меня Ой Поразило Больше Всего То Что У меня Даже Электричество Здесь Заработало Понимаете Вот Это Я Мастер Вот Это Профессионал И Я В Обязательном Порядке Хочу Себе Еще Такую Штуку Уже Сама Заказать Потому Что Процесс Сборки Ой Мне Так Понравилось Я Так Отлично Собирала И Слушала Аудиокниги Вы Даже Себе Представить Не Можете Короче Но Бук Это Вот Такой Вот Книжный Разделитель На Полку Красиво Да Смотрится Очень Мне Нравится Так Что Я И Принесу Все Нужное Сюда Пока Разбираю Обнаружила Во-первых Что Я Какой-то Безумный Фанат Екатерины Звонцовой Мне Кажется У меня Почти Все Книги Ее Есть Которые Выходили За Последнее Время Одна Книга Блин Не Помню Ее Название Вот Что-то Последнее Прям Было Она У Кати То Я Прям Читала Я Только Одну Вот Рыцарь Умер Дважды Да Она Мне Понравилась Но Почему-то Я Дальше Знакомство Со Звонцовой Не Спешу Продолжить Вот Это Конечно Внушает Надежды Вот Этот Объем Когда Я Вообще Ее Получила Я Немножко Даже Охерела От Этого Кирпича Так Я Вот Сюда Вот Наиболее Чтоб Мозолило Глаза Вот Эта Серийная Фантастика Очень Мне Хочется С ней Познакомиться Здесь Все Такое По Описанию Интересное Плюс Мне Еще Одна Книга Идет В Заказе Нет Две Две Уже Вышло Две Книги И Одна В Предзаказе То Еще Три Три Книги В Этой Серии Мне Сюда Добавятся Там У меня Стоит Рэйчел Кейн Четвертая Книга Кстати Тоже Уже Вышла Но Я Читала Только Первую Мне Дико Безумно Просто Понравилась Первая Но Знакомство Не Продолжила И Собственно То же Самое У меня Там С Близнецами Мне Очень Понравилась Интерпретация Легенды О Короле Артуре Но Я Почему То До Сих Пор Не Читала Вторую А Уже Есть И Третья И Сюда Я Вот Так Аккуратненько Влепила Цикл Пехова Это Сейчас Упаду Тут Еще Пока Толком Ничего Не Сложила Но У меня Тут Видите Будет Стопочка Сандерсона Все Что Не Читано Но Вот Это Прочитано Мне Просто Не Хочется Разлучать Цикл Вообще Дилемма Что Делать Когда Половина Прочитана А Другая Половина Не Прочитана Куда Ставить Книги Вот Этот Вопрос Меня Всегда Очень Сильно Волнует Космер Это У нас Сборник Ой Блин Сейчас Секунду Ребят В этом Сборнике У нас Рассказы По Миру И По Разным Получается По Разным Планетам Пробежимся Мы С вами В этом Сборнике Вот Эта Стопочка Тут Стоит Стальные Боги Город Мертвого Бога Очень Мне Хочется Познакомиться С Книгой Короли Рая Вот С Морские Приключения И Вот Смотрите Целая Стопка В Шедеврах Фэнтези Которую Я Еще Не Читала Я Вот Сейчас Когда Разбирала Поняла Я Не Помню У Беннета Вот Этот Цикл Его Полностью Переиздали Я Опять С Волкодав Я Буду Давать Книги Второй Шанс У Меня Такое Видео Будет Даже Где Я Книгам Которые Мне Когда-то В свое Время Не Понравились Буду Давать Второй Шанс Но Что Меня Бесит Вот Эта Полка Меня Бесит Ребят Я Ненавижу Когда Так Происходит Это Прям Боль Вот Вы Видите Вот Он Полностью Цикл Джима Батчера Полностью Аккуратненько Становится В рядочек На полочку Остается Место И что вы думаете Но она не лезет Она туда Не лезет Я просто Ненавижу Когда так Происходит Поэтому я Сделаю Вот так Все равно Болтается И остается Свободное Место Я думала Я сейчас Схитрю Последнюю Книгу Поставлю И она Как раз Заполнит Полку А предпоследнюю Положу Сверху Ну нифига Подобного Вот блин Вот меня Это раздражает Я ненавижу Когда так Происходит Прямо Аж телепает До ужаса Так Подождите Дайте я верну Сюда Чтобы потом Не запутаться Что я куда Ставлю Опа Вот так Брэндон Сандерсон Сюда И вот С архивом Бурисвета Я тоже не знаю Что делать У меня половина Прочитана Наверное Оставлю его Там где он Стоит Где собственно Весь Сандерсон Стоит Не буду Уже его Трогать Короче Сейчас может быть Найду Сюда Какую-то Книгу Которая Мне придавит Джима Батчера Чтоб он Не болтался Обнаружила Что у меня Полностью Есть Элисон Уэйр Вся Собранная Я даже Помню Что последние Книги Которые Я не могла Собрать Мне дарил Наш подписчик За что Ему огромное Спасибо Короче Ладно Сейчас с Батчером Подумаю Тут внизу Еще толком Тоже Ничего Нету Протираю Как раз Пыль Но вот Джина Волфа Я хочу Перечитать Я может Вот сюда На нижнюю полку Влеплю Книги Цикла Какие-нибудь Которые Давно Перечитать Хочу Ой Джин Матчер Не могу Прям Прям Вот это Местечко Ножом По сердцу Блин Вот знаете Когда смотрю На свои книги На количество Да Непрочитанных Книг У меня прям Сердце Радуется Тому Сколько У меня Интересных Историй Сколько Знакомств Впереди Сколько Перечитываний Впереди Но все равно Грибу Новые Все равно Грибу Новые Книги Как Безумная Хотя Опять-таки Последние Месяцы Даже Вот этот Год Я Приостановилась Я не покупаю Так много И Наверное Самое Знаете Такое Главное Что сыграло В этом Роль Что я Не покупаю Так много Книг Это то Что я Перестала Пристально Ежедневно Как Маньяк Какой-то Отслеживать Новинки Я не вижу Да Вот что Выходит Вот прям Массово Глобально Как Раньше Не слежу И мне Просто Легче Не покупать Возможно Когда-то Я сорвусь Да Промониторю Все сайты Все издательства И просто Огребу Целую кучу Книг Но не хотелось Бы Не хотелось Бы Потому что Сейчас У меня Хотя бы Какая-то Часть Книг Я читаю И Они Немножко Так Вот На полках Появляются Маленькие Свободные Маленькие Свободные Дырочки Практически Такие Короче Ладно Сейчас Подумаю Как мне Тут Батчера Красиво Выставить Я Закончила Ну И скажите Мне Что это Не красота Кто Решится На такое Я Думаю Что Никто Ну Приткнула Я Там Книгу Первую Сандерсона К Батчеру Чтоб Не шевелился И прикрыла И прикрыла Букнуком Сюда Сложила Малозан Потому что Я читала Первые книги А дальше Не читала И сюда Сложила Себе Полари Буду Перечитывать Когда-нибудь До конца Цикл Я не читала Тоже Если Вы смотрите Сейчас И удивляетесь Что Стрела Монета Искра Только Почему-то Второй том Здесь лежит А где Первый То Мы С Екатериной Проводим Социальный Эксперимент Он Пока Будет Только На Бусте Потому что Не знаем Что Из этого Получится Возможно Катя Уйдет В запой Возможно Окажется Что Я Главный Фанат Этого Цикла Да Потом Посмотрим Как Дело Пойдет Так Сюда Поставила Вот Эту Свою Прекрасную Лампу А то что Она у меня Где-то Стоит На Задворках И Меня Не Радует Ты Очень Сделала Уютно Я Вас Валю Да Хорошо Сюда Еще Вот Добавила Книги Я Хотела Спросить Кто Вообще Читал Ольгу Голотвину Вот У меня Есть Этот Хранитель Пограничной Крепости Я Видела Что Еще Книги Издаются И Голотвиной И Вообще Вот В этой Серии Там Что Много Чего-то Такого Что Меня Привлекает Но Я Не знаю Надо Ли Мне В общем Поделитесь Впечатлениями Ну И Все Собственно А Там Я Свой Фанатский Уголок Звонцовой Прикрыла Колесом Времени Катя Выяснила Что Я Оказывается Фанатка Екатерины Звонцовой Потому Что У меня Куча Ее Книг Нечитанных Конечно Жекать Вот Представляете Я Сейчас Такую Речь Толкнула Она Мне А В ответ Спасибо Кать Все Я Довольна Вот Так А Теперь Представьте Как Еще Вечером Будет Это Красиво Ну Надо Что Нибудь Сюда Еще На Полочку Поставить Чтобы Красивости Всяких Добавить Красивости И Уютношей Фу Уютношей Какое слово Кошмарное Так Что Буду Отсюда Брать Отсюда Читать Ну И Конечно Же Как Всегда Делиться С вами А Та Книга Которую Я Задумывала Прочитать В этих Выходных Время Пепла Она Вот Она Стоит Ребят Вон Я ее Туда Поставила Видите Чтобы Ни В коем Случа Не Достать Больше Никогда Ну Здравствуйте Здравствуйте Тебе тоже Нравится Батон Знаете Это уже Какие-то Новые Видео Пошли Короче Вот Все Я считаю Что Я Молодец Я Прекрасно Сделала Себе Стеллаж Вот Эту Штуку Ой Да Мне Это Окно Раздражает Кстати Посмотрите Лапочка Все В этом Букнуке Видите Котик Черный Бутылочки Ой Боже С черным Котом Не знаю Только Нет Они Три разных Как вам Показать Ну вот Короче Просто Поверьте Ой Как миленько Моя Новая Квартира Ой Я бы Не отказалась От такой Квартиры Мне нравится Миленько Все Сатош Сатош Ты одобряешь Меликолепно Ну скажи Что одобряешь Меликолепно Ой Я кстати Суржикова Сначала Думала Поставить Сейчас Батон Дай С этой Стороны Но потом Знаете Что ребят Поняла Что вот Это Сожрут Лисе Коты Поэтому Я их Завернула И подвинула Все И козерин В эту Сторону Подождите Надо Лисе Спрятать Потому что Это Ребят Ничего Не съел Ну все Ну Кать Я одной рукой До этого Справилась Давай Ладно Ребята Я Дочитала Солнце в селках Я частично читала Частично слушала Вообще Когда у меня есть доступ К аудиокниге Которую я читаю Я всегда Вот как-то Это чередую И Таким образом Получается Даже не то Чтобы быстрее Но Вот наиболее Наверное Комфортная В итоге Скорость Потому что Когда тебе Вот бывает Такое Тебе хочется Продолжать Читать книгу Но у тебя Какие-то дела И ты не можешь читать В этот момент Ты слушаешь У нас Солнце в селках Состоит из трех частей Как я говорила ранее Мы встречаем Табату И Турах Сначала Маленькими Это друзья детства И затем У нас Табата Становится Шаманом Его Я не пойму А у нас Кто-то тоже Солнце в селках Только что слушал И какие-то шаманские танцы Возможно Вы наверное Это слышите Вообще Ощущение Потому что у меня Ощущение Что это шаманские танцы С бубном Табату Учит Старый шаман Из племени А Турах Остается Предоставлена Сама себе Единственное Что Ее Тотемное Животное Это ворон И с воронами Она Общается Телепатически Затем Во второй И в третьей части Мы уже Встречаем И Табату Турах Взрослыми Турах Уйдет Из своего Племени Она Будет жить В другом Племени Где Как раз Таки Не было Шамана Там Она Получит Почет Уважение Но Есть Одно Но Которое Ее Гложит Это Одиночество Было В ее Жизни Мужчина Но Скорее Так Сказать Для Здоровья Вот Так Скажем Но Турах Чувствует Одиночество И Мне Очень Понравилась Линия Когда Турах Еще Была Маленькой И Все Знали Что У Нее И У Ее Друга Есть Сила Как Меняется Отношение Людей Если На Табату Теперь Смотрят Как Будущий Шаман Надежда Всего Племени То Турах Выскочка Турах Связалась С Что Ее Будут Обвинять Вот Какая Это Смерть Какая Это Неудача Кто Во Всем Виноват А Девочка У Которая Есть Сила Девочка Которая Вам Не Нравится И Которую Вы Фактически Просто Боитесь За То Что Она Сильная Турах Вынудят Уйти Из Племени И Когда Она Найдет Место В Другом Племени В Другом Поселении Во Первых Кстати Нет Никакой Любовной Линии Это Огромный Плюс Романа Они Так И Останутся Друзьями И Она Вот С Этим Одиночеством И Разочарованием Того Что Их Дружба Прошла Она Еще Будет Стремиться К тому Что Ее В ее Родном Племени Ее Зауважали Чтобы Ее Приняли Обратно Как Родную Вот Несмотря На То Что У нас Здесь Есть Много Шаманских Обрядов Что То Севере Ощущение Что Мне Не Хватило Немножко Мифологии Может Быть Мне Не Хватило Знания Не Буду Скрывать Что Я Якутской Мифологии Знаю Буквально По Верхушкам И Мне Как Бы Хотелось Глубже Это Узнать Но При Этом Это Очень Атмосферное Чтение И Вот Кто Выходил В Этой Серии Я Выходили Если Стерегущие Золото Грифы Выходили В Новосибирске Я Так Понимаю Что И Эта Книга Она Тоже Прошла Долгий Путь До Того Чтобы Ее Издали В Москве В Большом Издательстве Это Очень Здорово Что Таких Авторов Находят Они Очень Самобытные И Даже По Благодарностям Когда Я Начала Читать Для Марины Сычева Это Была Дебютная Работа Как Она Над Ней Долго Работала И Я Даже Могу Понять У Нее Эта Идея Появилась Из Песен Из Песен Группы Мельница Да Вот Она Была В 2016 Году На Концерте Группы Мельница Я Хоть Сама Не Слушаю Группу Мельница Но Я Прекрасно Понимаю Вот Эту Связь Когда У Вырос Такой Большой Роман Конечно Мой Главный Фаворит В этой Истории Это Конечно Турах За ней Интересно Наблюдать Она Здесь Самая Мудрая Она Умеет Учиться На своих Ошибках Она Сильная Она Не Сломилась Под гнетом Многих Обстоятельств В том числе Когда Ее Обвиняли Самых Страшных Вещах И Она Осталась Верная Себе И При Здорово Но Как Я Сказала Ранее Я Очень Надеюсь Что Я Когда Нибудь В Этой Серии Встречу Мифологию Опять Таки Какого То Коренного Народа Из Страны Из Нашей Но Уже На Современном Мире Мне Было Интересно Посмотреть На Такую Взаимосвязь Но Ребят Если Вы Читали Стерегущие Золото Грифы Или Если Вы Читали Солнце Которые Пишут Все Кто Хочет И Не Хочет Вот Подобные Истории Это Прямо Глоток Свежего Воздуха Ну Ребят Давайте Наверное В Двух Словах Вам Расскажу Про То Почему Я Читаю Меньше Да Почему На Этих Книжных Выходных Я Вообще В Итого Ничего Не Читала Дело В том Что С Тех Пор Вот Как У Меня Появилась То есть Это Два Увлечения Которые Для Меня Стоят На Одном И том Же Пьедестале И я Люблю Одинаково И читать И играть В компьютерные Игры Конечно Вот Мой Основной Такой Период Увлечения Компьютерными Играми Это Были Тоже Ну Начало Нулевых Где-то До 2010 Года Потом Как-то Я Не знаю Ушла В работу Ушла Еще В какие-то Взрослые Дела И Мое Желание Вообще Насчет Плейстейшн Оно Во мне Зрело Долгие Годы Вернее Оно Всегда Было Но Именно Чтоб Я Уже Решилась И Купила Ее Себе Вот Именно Этот Момент Он Зрел Во мне Долгие Годы Наконец-то В прошлом Году На Новый Год Я Это Сделала Я Получается Себе Такой Подарок Осуществила Мне Кажется Что Этот Подарок Останется Моим Подарком Новогодним Вот Еще На Несколько Лет Вперед Уж Дю Ж Как Б Это Шикарный Подарок Но Тем Не Менее Вот Сейчас Мне Приходится Делать Выбор Читать Или Играть И Скажу Честно Очень Часто В Большинстве Случаев Мое Свободное Время Посвящено Именно Играм То Пока Выигрывают Игры Но Я Знаете Очень Сдержана В покупке Игр Тем Более Если Говорить О том Во что Я активно Играю То Этих Игры Всего Три Во Первых Это Одиссея Ну Я Уже Мне Кажется Замучила Всех Тем Как Мне Нравится Вообще Эта Игра И У меня В ней Наиграна Уже Где-то 129 Часов Алан Вейк Я Только Попробовала Инжастис Это Мы Что Мираж Что Вальхаллу Я Еще Не Открывала Death Stranding Я Покупала Потому Что Мне Очень Понравилось Я Смотрела Начало Прохождения Там Какая Там Такая Замутная История И Я Обязательно Эту Игру Буду Проходить Очень Много Я Играю В Диабло В Четвертого Вот Бук Волкер Мне Понравилось Что Там Наш Главный Герой Путешествует По Насколько Помню По-моему Это Игра Про Чуму И Она Меня Зацепила Тем Что Наша Главная Героиня Она Ходит За Ручку Со Своим Младшим Братом И Это Очень Ограничивает Ее В Действиях Так Horizon Red Dead Redemption Stray Это Игра Про Котика Потом У меня Тут Какие-то Шерлоки Холмсы Есть В Хогвартс Но Хогвартс Я Уже Прошла Полностью Екатерина Присутствовала Она Смотрела Как я Играю В Хогвартс Silent Hill Вот этот Шот Месседж Я Тоже Прочла Господи Прошла Но Он Не Такой Страшный Как Мне Хотелось Бы На самом Деле Вот Из Запускала И Конечно Что-то Ностальгия Меня Не Посетила В Детройт Играет Моя Сестра Потом У нас Опять Ниже Шерлоки Холмсы Все Эти Вот Эти Найт Марс Я Очень Хочу Поиграть Мне Кажется Что И Кате Понравится Тут У меня Ведьмак Тут У меня Всякие Разные Резиденты Иволы Что Еще А Ниже У меня Получается Элдер Линг Я Такой Интерактивное Кино Да Но Кори Никому Из нас Не Понравилось Собственно Это Все Игры Которые У меня Есть И Я В основном Вот Сейчас Упорно Играю В Ассасин Скрит Одиссею Это Та Серия Игр От Которой У меня Были От Ни Иные Впечатления Я Не Думала Что Мне Может Понравиться Я Когда В Одиссею Уже Поняла Что Все Я Провалилась Я Сразу Себе Схватила И Вальхалу И Мираж Ну Ребят Давайте Вот На этом Моем Признании Заканчивать Наши Книжные Выходные Признание Клуб Анонимных Игроголиков Игроголиков Я Точно Знаю Что Я Не Единственная Такая И Что Ребят У Нас Среди Подписчиков Которые Увлекаются Компьютерными Играми Их Тоже Очень Очень Много Я Кстати Думала О том Чтобы На Бусте Писать Какие-то Летсплеи Если Вам Интересно То Обязательно Дайте Мне Знать Так Екатерин Что Хотела Сказать Я Только Что Расставляла Иную Фантастику Надо Добавить Да Надо В ту Стопочку Добавить И Говорила Вам Что Идут В заказах Еще Две Книги И Одна В предзаказе Одна Кого-то Она Прискакала А Былые Вы Не Можете Даже Представить Кто Заинтересовался Этой Книгой Вперед Меня Она У меня С предзаказа Лежала В корзиночке Я ждала Когда она Появится В продаже Мне Очень Понравилась Аннотация А Про Что Там То ли Про Мертвых Богов То ли Про Мертвых Ангелов В общем Про Кого-то Мертвого Да Екатерин Там Какой-то Город Загадочный Что-то Там С душами Я помню Что Яркая Тушь Желтая А я В этом Видео Наверное Из красной Была Я другие Сейчас Туши Не ношу Я Эту Тушь Даже Глазами Вижу Лето Требует Яркости Ну все На этом Тогда мы Говорим вам До свидания Пока-пока До новых встреч И скоро Увидимся В новом Видео Ребята Котики Читайте Хорошие Книги А хотите Играть Играйте